Добровольцев батальона, чтобы они, на случай, если кто-либо из них продолжит требовать от Семенченко, то ли требовать аудит, то ли любые какие-то другие публичные акции против Семена. Но также Семенченко мог и с целью материального обогащения выложить базу, учитывая, что вы требовали аудит. Этот мог. Вы требовали аудит, потому что вы считаете его финансово нечистоплотным. Безусловно. И что он наживается на воде. Безусловно. Ну, из-за этих мотивов можно и продать базу. Он, кстати, говорил, что вы продали базу. Я же говорю, этот мог. Его логика. Заодно и заработать. Почему вы требовали аудит? Какие у вас основания думать, что финансово нечистоплотен Семенченко? И как вы прокомментируете, вот то, что Приходько заявляла, она встретила в Америке Семенченко и обнаружила, что он на ее концерте собирает деньги. А теперь известно, что есть скандал. Теперь уже два фонда батальона, и батальон разделился на две части. Теперь есть отдельно фонд самого Семенченко, а фонд бандальона Донбасс остался под депутатом Беселовой. Вот скажите мне, почему такие основания у вас тогда были, на лето 14-го, считать, что он финансово нечистоплотен. И на сегодня как это изменилось, худшую, лучшую? Основание было следующее. В начале сентября бойцы начали выходить, добираться, точнее, в Киев, в воинскую часть нашу, 327, в Новой Петровце. Выходили из Иловайска, из-под Иловайска и так дальше, так дальше. Вот эти люди приезжали в часть без лишних вещей, без, ну скажем так, практически в тапочках. И они обращались за помощью в батальон. Я сейчас говорю именно не о раненых, погибших, а просто о людях, которые смогли добраться до воинской части. Они обращались за помощью. Следующее. Несколько сотен гривен на дорогу домой. На поддержку штанов, условно говоря. То есть, кому там 300, кому 500, кому 200. Кому там 2000, неважно. Люди просили денег на то, чтобы доехать домой. И стандартный ответ в начале сентября таким людям был, денег мы не дадим. Ответ от Семенченко? Ответ от Семенченко. Денег мы не дадим, потому что мы не на зарплате, мы добровольцы, а не и что-то там еще какое-то. Вот, в общем, мы воюем не за вознаграждение. Но я прошу прощения, это же не вознаграждение, это минимальная сумма помощи человеку доехать домой, который вышел из Саловатска. Более того, эта сумма не те, которые личные деньги, скажем так, мецената, который выбирает, каким образом он будет их использовать. Эти деньги приходили на батальон и на разную, на различную помощь. Если они в середине лета шли, могли идти на какие-то там амуниции, то в данном случае совершенно точно была необходимость в такой помощи этим людям. А в каких суммах поступали деньги, по вашим данным? У меня нет, скажем так, прямых доказательств, потому что я никогда к деньгам не имел отношения. Но совершенно точно могу сказать, что суммы были огромные. Почему я так говорю? Потому что, ну опять-таки, там с пересказа, одна точка по сбору денег, которая называется Тачанка, на углу Крещатика и Герои небесные сотни уже. Которая стоит до сих пор, да? Она и сейчас стоит? Да, да. Она стоит, я не знаю, какой функции, я не знаю, сколько эффективно, но в конце августа, вот с этой точки в плохой день собирали 10 тысяч гривен. А так, в принципе, 15 там собиралось. Это только одна точка. Таких точек было еще несколько в глобусе. Я не знаю количество, потому что у меня не было времени, я их не ходил, не пересчитывал. И неизвестное количество по Украине, сколько таких точек было, мне неизвестно. Вот это одновременно с тем временем, когда просили люди себе 200-300 гривен? Да. Кроме этого, были некие суммы. Именно в то время, когда бойцы просили 200 гривен доехать домой, им было отказано, в начале сентября 2014 года, на Крещатике в день собирались 10 тысяч. На фоне всех событийных, ну, всех новостей в СМИ о том, что вот батальон Донбасс, как он попал в Иловайский, сколько погибших. Безусловно, это все работало, скажем так, на пользу людям, которые эти деньги в итоге инкассировали. Вот, также были эпизоды, которые косвенно говорят о том, что немалые суммы передавались, скажем так, спонсорами или людьми, которые хотели помочь, лично в руки СМИ. В частности, была история, связанная с одним миллионом долларов. Я не знаю, завершилась она передача этих денег или нет, но совершенно точно в один определенный момент была очень высока вероятность, что, ну, скажем так, мы сделали все от батальона, зависящие от того, чтобы этот миллион пришел к такой помощи. Тоже это не по бухгалтерии какой-то, нигде не проходило? Нет, нет, это то, что шло лично у Семена Семеновича. Вот. Так вот, когда мои требования, ну, когда я вот эту ситуацию наблюдал в штабе, в части 27, люди, которые не могли там получить эти деньги, мои разговоры связаны с тем, что, ну, это неправильная трактовка, значит, событий и... вот, и ситуации, вот, это все закончилось ничем, то есть, как бы, мне тоже было сказано, что мы добровольцы, мы воюем не за деньги. Вот, соответственно, считая, что ситуация неправильная, несправедливая, я начал требовать аудит, значит, нальных, безнальных потоков, их расходования. Не милость, понятно. Все-таки я хочу узнать про Семена Семенченко. Известно ли вам, есть ли какие-то подтверждения, ну, косвенные или прямые, того, что он улучшил свое материальное благосостояние? Косвенные. Следующее. Декларация кандидата в народные депутаты Семена Семенченко за 2013 год порядка 20 тысяч гривен размещена на сайте Верховного Совета. Успешный бизнесмен, скажем так. Да, да, успешный бизнесмен. А декларация 2014 года 14 тысяч гривен. Обалдеть. Лежит на сайте Верховного Совета. Вот. Каким образом за эти деньги можно содержать семью с тремя детками в чужом городе, даже при условии, что ты, значит, в конце 2014 получил комнату в готеле Киев. Тут сложно сказать, но, опять-таки, стиль жизни, образ жизни, пересказы. А что там известное стиле и образе? Дорогие отели, дорогая выпивка. И не только Семена, а и приближенный дать. А главное, что он содержит еще роту охраны, там, вот этот, который в очках темных грузин, как и вам. Приближенный. Ну, я понимаю, что люди рядом с ним не питаются там святым духом, вот, учитывая, что от товарища там этого духа не исходит. Но ничего не могу сказать там ни о количестве, ни о суммах, то есть, как бы, каким образом там происходит взаиморасчет или зачет или благодарность. Хорошо. Автомобили многочисленные, автопад целый, который был подарен батальону, там, и Народная Тачанка, о которой говорил вот этот Бабенко, и другие, они оформлены лично на Семенченко? Вряд ли. Скорее всего, они вообще никаким образом не были оформлены. Ну как, агент и должен быть, если вы ездите на машине, в тех пасках? Ну, скажем так, в тот момент к этому не относились, ну, как бы, в таком ключе. Считалось, что машина, которая едет в батальон, сгорит, там, в течение месяца, двух, трех в зоне АТО. Трое дело, что они не уехали в зону АТО. Но, опять-таки, я не касался вот этой вот, ну, там, помощи, допустим, даже натуральной, денежной или неденежной, поэтому я не могу отреждать. Хорошо. А о том, чтобы было приобретено Семенченко или на имя его жены какие-то дорогие вещи, квартиры и так далее, вам неизвестно? Только на уровне слухов. Есть, также вот мы перечисляли уголовные дела. Есть, ну, если верить народному депутату Наталье Веселовой. Вот, конечно, интересно, счета госпожи Московец, счета было бы очень интересно узнать, если бы банковская тайна не существовала. Ну, всем можно заняться. Есть еще одно дело уголовное, которое возбуждено по заявлению, ну, если верить народному депутату Наталье Веселовой, по ее заявлению возбуждено дело о хищении денежных средств, крупных суммах, порядка 6 тысяч долларов, из, с одной из карточек, которые, значит, в тот период принимали деньги, ну, денежные переводы шли на батальон. Так вот, в начале года, это было в феврале месяца, 15-го года, в феврале 15-го года она обнаружила, что с карточки снимаются суммы. Она, возможно, даже не увидела бы, что эти суммы уходят, если бы жадность не подвела. Значит, снимались там, как бы, небольшими партиями деньги, а в какой-то момент разохотились, сняли сумму, которая была банков заблокирована, и ей на телефон, потому что карточка была на ней, пришла смс, которая попытка снять деньги. Это уже в 15-м году? В феврале 15-м. А получается, что эта карточка была на ее имя, а пользовались ею несколько людей, могли снимать, да? Ну, если есть, то вот 5 минут, сейчас мы откроем, у меня все это дело как бы. Ну, так, да, что несколько человек были доступны, да? Значит, там было так, когда открывались карточки, были, указывались, как бы, некие распорядители, вот, а когда Веселова и Семенченко разошлись в возглядах и перестали сотрудничать, на эту карточку не был изменен пароль, и вроде бы как Семен Семенченко перезвонил там в банк, пользуясь паролем, восстановил там какие-то данные, или пин-коды, или что-то восстановил, то есть пользуясь тем, что он не был вычеркнут из людей, которые могут управлять, вот, и получил дубликат карточки, который...